Девушки отдыхают Цены в Костка На самом деле статья это уже достаточно уже старая Очень старая Уже многие об этом знают Но я хочу рассказать, поделиться с теми, кто возможно еще этого не знает Итак, цены в Костка все закодированы Но закодированы в каком плане? Закодированы в том плане, что по цене мы можем знать Какой вид цены и кто его предоставляет О чем я имею ввиду, я вам сейчас скажу Если вы видите продукты, цена которой заканчивается на 99 центов То это цена, которую остановил сам Костка Это обычная цена Костка То есть за ней ничего не скрывается, никаких секретов Цена, которая заканчивается на 99 Это цена, которую постановил Костка Regular price то, что называется Цена заканчивающаяся на 97 центов Это clearance item То есть вещи, которые идут по скидке То есть 97 центов это скидка Остаточные цифры, такие как 49, 69, 89 Это special deals from vendors То есть сам поставщик, который поставляет продукт Дает вот эту вот скидку То есть сам поставщик решил, что он дает скидку на этот товар И поэтому это уже скидка не от Костка Не какой-то там клиренс А это скидка, иди сюда Скидка от продавца, от поставщика Если вы видите звездочку На верхнем правом углу Знака цены То вы должны знать, что этот товар уже больше не вернется То есть это его файл продажа И вам нужно это всегда помнить об этом Когда вы сомневаетесь по поводу вот какого-то товара То есть он вам может быть нужен, может быть нет Вы увидите звездочку Поэтому подумайте дважды Потому что возможно вы видите этот товар здесь в последний раз по этой цене Либо этот товар вернется уже абсолютно с другой ценой на полке Для того, чтобы проверить это Я на этой неделе еду в Костка И я посмотрю, какие из этих цен я смогу найти Я вам покажу эти примеры И я надеюсь, вы сможете тоже ими воспользоваться Опа, хорошо Ну у нас как бы 4 на 4 Поэтому зимняя резина Поэтому я сильно не переживаю Время утреннее Я должна была ехать в течение этой недели в Костка Но в связи с погодными условиями В четверг выпал очень большой снегопад Завалила все дороги Даже Константина раньше с работы отпустили Чтобы он мог успеть проехать До всех этих снегопадных дел И пробок И он действительно приехал Вечером было сумасшествие Люди добирались домой То расстояние, которое можно добраться Ну там, скажем, 20 минут Вау, понесло как зад Не понесло, потому что Ну вот это вот такая вот Снег как бы Из-за этого слаша всего Немножко водит машину Даже не важно, какие у вас колеса Ехать будем осторожно Вот, просто из-за того, что Люди из-за этого снегопада Естественно, пробки, аварии Там люди застревают посреди дороги Из-за этого всего Люди, которые добираются обычно Там с работы домой, скажем, полчаса Добирались по 2,5 часа Представляете, какой кошмар Поэтому, а я планировала в этот день Ехать в Костка Поэтому, естественно, Костка наша отменилась Я сказала, окей, окей Хотя по продуктам уже, как говорится Шаром покати И даже шара катить у меня не было Которым Вот такое состояние уже Ну вот, потому что я всегда Обычно так все рассчитываю Так все у меня четко До дня магазина Как я планирую Об этом, кстати, у нас будет отдельное видео То, что вот про бюджет и все остальное Вот Не то, чтобы у меня дома прям голяк полный был То есть продукты были Естественно, там какие-то закрутки Естественно, там яйца, молоко Яйца, молоко, сметана Там масло и такое Это все понятно было Но 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 Такие продукты, как хлеб Там Вау Вау Как поносит на повороте Зад Конкретно Да, сильно быстро здесь не поедешь Но, во-первых, на главных дорогах, конечно, я надеюсь Уже расчищена, солью посыпана И там просто уже все растаявшее Еще в этих, конечно, улочках внутри района Только то, что машины разъездили Вот эту лыжню, то и есть Все очень осторожно едут Никто никуда не спешит Потому что неважно, мне кажется, какая у тебя машина Вот этот вот слаж, который произошел Вот этот вот скопившийся мокрый снег по сторонам И по дороге Он водит все равно твою машину Как бы По-любому То есть я себя чувствую достаточно уверенно Из-за колес Из-за Как бы То, что у меня Как полный привод, на русском это называется Машина Какое-то колесо да зацепится из четырех Но Все равно Жим-жим А вчера у меня была музыка С ИДО вечером И мы никак в пятницу не могли Я не успевала Потому что магазин закрывается в 8.30 в пятницу И получается, что пока урок заканчивается у меня В 7.30 пока я говорю с учительницей Это уже почти 8 Вот И поэтому, ну куда ехать полчаса в магазин Приехать к закрытию Я говорю, уже поеду в субботу Хотя я ненавижу Потому что в субботу Сумасшедший дом Весь мир приезжает Примерно в Костка Вот Во-первых, нет стоянки Во-вторых, с коляской элементарно Просто не пройти Реально То есть как бы просто Тонна народу Тонна народу Вот Так, дядечка идет из синагоги Он переходит дорогу Но не мою Можно ехать Вот И поэтому я не очень, конечно, люблю Субботние воскресные поездки в Костка Но выбор у меня был такой Хотя я сегодня знала, что выпал еще ночью Осадки выпали приличные То есть сейчас опять дорога завалена Но, конечно, уже не так, как в четверг Потому что в четверг это был первый снег Это уже второй наверх выпадает Он уже не так страшно Вот Но решение пришло мне такое Что я поеду рано утром к открытию То есть открытие уже произошло Открывается в 10 часов Костка Сейчас уже 10.07 Но я все равно Люди в субботу Пока такая погода Пока люди проснутся Обычно где-то к 12 Там уже не зайти Я надеюсь к 12 уже закончить Мне еще нужно заправиться Сегодня, естественно, в Костка Как всегда Вот Список у меня тоже Дай Боже Вчера я, кстати, конечно Пошла в магазин Потому что я не знала Удастся ли мне сегодня выехать В связи с погодными условиями Или нет на дороге Поэтому вчера мне пришлось Все-таки в No Frills заехать И купить там хлеб, картошка Там лук такое Простые вещи Чтобы хотя бы суп было Из чего сварить Там, я не знаю Такие вещи простые Вот Но на 80 баксов купила Что является немалым для меня Если смотреть на это Как на подкупку А не на закупку Вот Поэтому сегодня у нас Костка Сегодня мы будем смотреть Все-таки цены Секреты цен разгадывать Я знаю, что это правда И что такое есть Но мне хочется своими глазами Увидеть, например, товары со звездочками Товары Которые с Остаточной ценой Такие, как там 86 И 48 Ну, всякие такие вещи Ну и, естественно Обычная цена Костка Скорее всего, будет везде Это 99 центов в конце В общем, будем ехать с вами И смотреть Сейчас немножечко я вас поверну Чтобы вы могли посмотреть дорогу Итак, мы в Костка На заправке Такого еще не было Я приехала И передо мной Только одна машина Класс Но стоянка, конечно Уже в магазине полная Вот так вот Но я счастливая Ну что, we made it Мы заправились На машинка попила На 30 долларов Так, почему-то громко работает у меня Машиночка попила На 30 долларов Бензин был 98 А я сейчас скажу Сколько был бензин Сколько он был Где моя Чек Моя чек 95 Даже 0,95 И 9 Прекрасная цена Все, пошли Искать Цены в Костка Я нашла стоянку Достаточно близко Еще не все люди Приехали Но таких умных Как я оказалось Немало Это вот Для тех Кто думает Что он умнее Других Вот Нет 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 На одного Умного Находится еще Миллион Таких же умных Все, пошли Смотрите А вот и купальники В Костка Уже появились 14 долларов Не видно А нет Кирлан Сигначур 20 Не 45 долларов Купальнички Пожалуйста Кто хочет В путешествие В теплые страны Уже купальнички Есть Такие Всякие Красивые Так Ребята Уникальная цена Мы видим Что 22,79 Во-первых Цена Скидка 79 Это Мы помним Скидка От Вендора То есть От поставщика Но помимо этого Мы видим В верхнем Правом углу Звездочку Это значит Что товар Либо Последний раз Мы видим На полках Либо он вернется Через какой-то Период Когда этот Сток Закончится По новой цене Поэтому Вот кому Такое Нужно Надо брать Уже сейчас И не раздумывать Так как Мне это не нужно Я просто Здесь гуляю И ищу Интересные цены Это вообще Великолепный пример Вот мне нужна Туна Я беру Вот как раз Цена 6,79 То есть Это скидка От Вендора От продавца Правда Без звездочек Но этот товар У них постоянный Вот я беру Туну Вот у нас Кино А также 9,89 Кино Тоже Скидка От Вендора Звездочек Мало Иду искать Звездочки Так Мало того Что на это Идет скидка Сейчас Это цена 8,39 Получается То есть Это Вендор Делает эту скидку 39 Здесь тоже Автоматически Цена низкая Потому что 49 центов Это все Остатки Все что цена С остатком Не 99 Это Скидка От Вендора Вот Сазыки Тоже Сейчас 89 Цент То есть Автоматически Скидка От Вендора Итак Внимание Outdoor Таймер То есть Все вот эти Украшения Которые на улице Чтобы сами Включались И выключались Стоит 29,99 Обратите внимание Звездочка В верхнем Правом углу То же самое Здесь рядом Есть Remote Controller Тоже Со Звездочкой Цена Костка Но Звездочка Вот если Видно Звездочка С правой Стороны То есть Вот еще Елочка Продается За 100 Долларов 2,2 Метров Очень Приличная Елочка Тоже Со Звездочкой За 100 Баков Вот Цена От Вендора 97 То есть Это Скидка Но Этот Товар Уже Не вернется Но Понятно Потому что Елка Она Продается Раз в Году Как мы можем Видеть На продукты Я что-то Не вижу Звездочки Но Надо быть Внимательными Ну что Ребята Вот я И закончила Покупки Немножечко Была Out of budget Поэтому Пришлось Кое-что Расстаться В магазине Я это Делаю Часто Потому что Если мы Не будем Этого Делать Мы так Будем Заходить В В Минус Грубо говоря Вот Поэтому Кое-что Пришлось Вернуть Чтобы Stay on the budget Я вспотела в этой куртке В Коско Сумасшедший Просто Вот И Что хотела сказать В общем Наблюдение Показало Что цены Очень много Конечно Regular prices То есть По 99 Очень много Скидок От Виндора Есть Но Звездочки В основном Я не видела Ни на одном Продукте Хотя На продуктах Наверняка Тоже Есть Звездочки Но Сегодня Мне В принципе Не попался Ни один Продукт Со звездочкой В правом Углу Что Говорит О том Что Этот товар По сниженной Очень цене Который Уже Не вернется На полке Либо Вернется В другой Цене То есть Мы видели Это товары Которые Не продукты А товары Ёлки Мебель Какие-то Посуда Какая-то То есть Вещи такие Поэтому Надеюсь Вам было полезно Интересно Если есть вопросы По этой теме Задавайте В комментариях Спасибо Всем хороших выходных Бай-бай